МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Словно, был рожден для него. И даже имя его соответствует духу этого прекрасного края. Совершенный. Корабль с зализанными формами, спроектированный по принципу малой заметности, он похож одновременно и на малые ракетные корабли проекта Буян-М, и на большие фрегаты проекта 22-350. При этом наш герой больше МРК, но явно меньше фрегата. Не случайно корабли этого класса называют золотой серединой класса Корвет. Корвет – это такой тип кораблей, каких по определению должно быть много на любом флоте. По старой классификации это сторожевой корабль. Его зона ответственности – ближняя морская зона охраны военно-морских баз. При этом Корветы прекрасно держат и Тихоокеанскую волну. Место, где мы сейчас находимся – это Авачинская бухта, Петропавловск-Камчатский. И у нас за спиной один из самых совершенных, а может быть, самый совершенный корабль Тихоокеанского флота – Корвет, который и так и называется – Совершенный. Совершенный, стойкий, сообразительный. Число кораблей этого проекта – 2380, на нашем флоте постоянно растет. Более того, уже появляются Корветы нового проекта – 2385. На настоящий момент это самый вооруженный корабль класса Корвет в мире. Такого количества оружия, новейших систем слежения и наблюдения, при таком ограниченном водоизмещении на Корветах нет больше ни у кого. И это прекрасный повод для того, чтобы детально познакомиться с кораблями этого класса. 20 августа 2019 года. К выходу из роддома судостроительного завода «Северная верфь» готовится Корвет по имени Гремящий. Водоизмещение чуть больше 2000 тонн, длина немногим больше 100 метров, автономность плавания больше двух недель. Впрочем, сегодня никакого большого похода у Гремящего не будет. Ему всего-то надо пройти короткий путь из Питера в Кронштадт. Но эти первые выходы, как первые шаги у ребенка. К ним особое внимание. Тем более, что перед нами самый современный российский Корвет. Головной корабль нового проекта 20385. И вот наш юный герой начинает свою дорогу к морю. Сначала ему помогают, корабль тянут в буксиры. Так он проходит по небе, потом канаты отпускают, и, наконец, Гремящий начинает двигаться самостоятельно, но под контролем родителей. Человек в белой рубашке – лоцман большого порта Санкт-Петербурга. Его задача – провести корабль четко по фарватеру. Давайте 10, поедем. Впрочем, завершение этого короткого перехода означает, что самое сложное только начинается. С этого дня экипажу предстоят бесконечные выходы в море. Внимание, экипаж, корабль начал второй этап заводских ходовых испытаний. Благодарю за службу. Служу России! Корабль в целом – новый корабль. Безусловно, конечно, очень приятный в управлении. Показывает себя надежно. От предыдущих кораблей он отличается тем, что он в своем роде единственный. Таких кораблей нет, он в своем роде уникальный. За судьбой Гремящего военная приемка следит давно. Впервые мы познакомились с ним в марте 19-го года, когда он только готовился к своему первому в жизни выходу в море. Экскурсию по кораблю нам провел тогда один из его создателей, заместитель главного конструктора проекта Александр Дадыкин. Здесь сосредоточены все возможные варианты оружия. Это арт-установка А-190. Вот мы видим комплект выстрелов есть определенный. Значит, это артиллерия среднего калибра 30-мм, две пушки АК-630. Максимальная дальность стрельбы этого орудия – 21 километр. Скорострельность – 80 выстрелов в минуту, калибр 100 миллиметров. Стреляет громко, быстро, а главное – метко. По скорострельности это орудие уступает только шестиствольной пушке калибра 30 миллиметров АК-630. И хотя эта пушка бьет всего на 4 километра, зато со скоростью 5000 выстрелов в минуту. Впрочем, будем откровенны, все эти орудия идут всего-навсего в дополнение к главному ударному комплексу, ради установки которого и появился на свет новый проект. Это ракетный комплекс «Калибр» оперативно-тактического назначения. Увеличенный боезапас ракетного комплекса ПВО, противовоздушной обороны, редут. Здесь также мы имеем в наличии торпедный боезапас и с набором противоторпед небольшого относительно калибра. Крылатые ракеты «Калибр», похоже, становятся таким же привычным атрибутом боевого корабля, как пушка. При этом их характеристики до сих пор засекречены. Зато результаты работы известны прекрасно. В 2015 году 26 крылатых ракет, выпущенных из акватории Каспийского моря, отправили в ААФ в Сирии 11 командных пунктов и заводов боевиков. Недаром по классификации НАТО они называются «Пеклом». Редут – комплекс другого калибра. Сбивает ракеты и самолеты на расстоянии 150 километров и на высоте 30 километров. Работает в паре с боевым радаром «Фурке». Последний ищет противника, а комплекс «Редут» направляет в него ракеты. Цель воздушная, перегнать, дистанция 20. Цель уничтожить. Вот как выглядит боевой запуск комплекса «Полимент Редут» с фрегата Адмирал Советского Союза «Горшков». Созданные под контролем объединенной судостроительной корпорации, эти два класса новых российских кораблей, корветы и фрегаты, имеют очень много общего. Во-первых, оба они строятся на одном заводе – «Северная верфь». Во-вторых, внешне они очень похожи. Да, у них существенная разница в водоизмещении. Фрегат в два с половиной раза больше. Но и там, и там, в рамки заявленных габаритов, конструкторы постарались разместить максимум вооружения. На настоящий момент это самый вооруженный корабль класса «Корветт» в мире. И вы хотите сказать, что у наших заокеанских друзей такого нет? В таком водоизмещении совершенно точно. Пока «Гремящий» гремит пушками и проходит испытание, его младший брат «Корветт Проворный» достраивается на «Северной верфи». Он будет вторым в линейке 20385-х. Стальной торс «Проворного» сейчас растянут на открытом стапеле. Его без остановки шлифуют, варят. Внутри проводят коммуникации, грунтуют, монтируют различные системы. По переходам и коридорам этого корабля постоянно снуют рабочие. Судостроители говорят, что уже в следующем году «Проворному» подберут команду и отправят в море. Вооружение на «Проворном» такое же, как на «Гремящем». Но, несмотря на кровное родство, называть эти корабли близнецами было бы неверно. «Проворный» – дитя санкций. Первый «Корветт», собранный целиком из российских комплектующих. До этого ничего подобного на нашем флоте не было. Он был заложен в середине 2013-го. Через год, в 2014-м, как мы знаем, Россия воссоединилась с Крымом, после чего началась эпоха многочисленных санкций, когда от большинства зарубежных технологий пришлось отказываться и срочно воссоздавать свое производство. О том, как судостроители переживали этот тяжелый период, в эксклюзивном интервью нам рассказал человек, который прежде никогда не появлялся на телевидении. Заместитель министра Министерства промышленности и торговли Олег Рязанцев. Последние 5-6 лет показали, что мы эту проблему фактически решили. И современные надводные корабли, и, соответственно, суда обеспечения ВМФ, малого водоизмещения имеют преимущественно отечественную начинку. По энергетическим установкам мы решили задачу создания, конструирования, проектирования и строительства собственных газотурбинных двигателей. Этим занимается завод, входящий в Ростех «Сатурн». У «Корветов» два типа двигателей. Дизельные, именно их вы сейчас и видите, рассчитаны на повседневное использование. Они обеспечивают движение корабля в обычном крейсерском режиме. Но набрать действительно хорошую скорость на дизеле просто невозможно. Для этого нужны газотурбинные машины. Здесь реализован уже другой принцип работы двигателя. Рязанцев говорит, в мире стран, способных выпускать свои газотурбинные энергетические установки, и десятка не наберется. Любая энергетическая установка такого уровня – это самая настоящая критическая компетенция, критическая структура для производства своих собственных вооружений и военной техники. Без этого ты можешь делать платформу, но если она у тебя не имеет двигателя, тогда такая платформа никому не нужна. Сегодня «Корвет» – рабочая лошадка во всех военно-морских силах мира. Он защищает военно-морские базы от вражеских подлодок и авиации, охраняет границы и конвоирует транспортники. То есть, в отличие от фрегатов, авианосцев или ракетных крейсеров, «Корвет» товар массовый, а не штучный. На флоте их должно быть много. Вымпельный состав флота должен наполняться, ну, мы как минимум должны сдавать по «Корвету» в год. Для того, чтобы это реализовать, нам нужно их строить быстрее, нам нужно их строить больше и сдавать их чаще. «Корвет» – это баланс. Баланс на стыке стоимости задач водоизмещения. Это всегда некий компромисс. А вот в Советском Союзе «Корветов» не было. По своим характеристикам им соответствовали сторожевые корабли ближней морской зоны. Все изменилось в 21 веке. Проект «2380» стал первым в новейшей истории нашим «Корветом». Корабль именно этого проекта по имени «Совершенный» мы снимали на Камчатке, в Обачинской бухте, в окружении вулканов. Да, в отличие от проекта «2385», тут нет на вооружение калибров, радиолокационный комплекс здесь попроще, но в остальном это очень мощный и вполне вооруженный корабль. «Корвет» «Совершенный», в отличие от «Гремящего», строили не в Санкт-Петербурге, а на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре. Важно отметить, что «Корветы» проекта «20308» с дальнейшими его модификацией, модернизацией, имеют единую типажность, серийность и способны строиться от Калининграда до Дальнего Востока. То есть все наши верфи способны строить надводные корабли, способны строить такого типа корабли. При этом мы можем еще говорить о том, что об этом может стоить не только верфи ОСК, но и частные верфи. Шесть «Корветов» проекта «2380» уже в строю. Пока они самые массовые. Четыре служат на Балтийском флоте, два прикрывают наши границы в составе Тихоокеанского, еще четыре строятся. Два на Амурском судостроительном заводе, еще два на Северной верфи. Один из них «Ретивый» нам удалось посетить. Готов он на 40%. И что важно, здесь уже поставили наши родные отечественные дизельные двигатели. Любопытно, что названия «Корветов» почти все имена прилагательные. Стойкий, громкий, бойкий, гремящий, проворный, ретивый. Эта традиция в России появилась еще до Октябрьской революции и вот возродилась в наше время. Впрочем, в этой череде имен один «Корвет» все же стоит на особом месте. Имя его «Меркурий» проект 2386. Уточним, он пока еще только строится, но уже понятно, что «Меркурий» будет еще новее и еще круче, уже известного нам 2385. Ну а назван корабль в честь героического тезки времен русско-турецкой войны, который в 1829 году одержал победу в неравном бою над двумя вражескими кораблями. Объединяет старый и новый «Меркурий» не только имя. Главная задача и того, и другого – пограничная служба и разведка. Впрочем, на этом сходство между кораблями заканчивается. Наш перспективный «Корвет» напичкан суперсовременными технологиями, о которых 200 лет назад даже не мечтали. Эти корабли отличаются улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов, что позволит им решать задачи как в дальней морской зоне, так же в океанской зоне. Прибавить скорости новому «Корветту» не только форма. На него поставят главную энергетическую установку с двумя турбинами и частичным электродвижением. Таким образом мы можем обеспечить скорость экономического хода под грибными электродвигателями за счет электродвижения. На других скоростях, там 20 узлов и 30 узлов, эти скорости достигаются путем поступательного ввода в строй турбин. 30 узлов – это 55 км в час, а 55 тысяч лошадиных сил – это вдвое выше, чем у «Корветтов» предыдущих поколений и почти столько же, сколько у «Фрегатов». А ведь «Фрегаты» – это корабли совсем другого класса. Мы уже говорили, они вдвое больше «Корветтов». Впрочем, пока «Меркурий» только строится. Полным ходом идут сварка, стыковка, шлифовка, грунтовка. Шпангоуты обшивают листами снаружи, ну а внутри собирают палубы и переборки. Со всех сторон летят искры, цех заполняет лязг металла, грохот инструментов, виск пил. Мы спрашиваем у конструкторов, а что еще нового появится на этом корабле, чего раньше не было. Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения, ну, кстати, в мире, наверное, аналогов этому тоже нет, вертолет хранится в выпускаемом ангаре под верхней палубой. Похожий грузовой подъемник можно встретить разве что на огромных авианосцах. Вроде нашего великана по имени адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Вот как работает этот удивительный лифт. На «Меркурии», говорят, будет аналогичный, но куда более компактный. Грубо говоря, за счет применения этого технического подхода реализовывается возможность погрузки модульного вооружения в трансформерный отсек и размещения там этого дополнительного вооружения. Трансформерное помещение – это специальный отсек на корабле. Само название говорит о том, что его можно приспособить по что угодно. К примеру, спрятать туда воздушные, подводные или надводные беспилотники или даже поставить дополнительное ракетное вооружение. Тот же «Калибр», например. А, возможно, даже сверхзвуковые «Ониксы», что еще больше усилит и без того мощный корабль. Уникальность этой ракеты в том, что она в первую очередь предназначена для поражения крупных надводных кораблей, которые идут как одиночным, так и в составе ордера, при противодействии огневом и радиоэлектронном вероятного противника. И может поражать, соответственно, быстро маневрирующие цели, такие как катер. Высокая сверхзвуковая скорость позволяет довольно-таки быстро проходить зону ПВО и пропротивника. И, соответственно, сокращает время на выполнение боевой задачи. Пуски этих ракет с кораблей до сих пор засекречены. Зато можно посмотреть на работу берегового комплекса «Бастион». Это сухопутный вариант «Оникса». Впрочем, понять по недостроенному корпусу, где и как все это будет располагаться, сложно даже специалисту. Поэтому для наглядности нам показывают макет корвета. Надо начать с главного ударного оружия на корабле. И таким оружием является ракетный комплекс. Значит, уран, расположенный по медвелю корабля, прям вот скрытый, спрятанный. И применяется, значит, непосредственно из центральной части корабля. По надводным кораблям и другим надводным объектам. Это в астрологии уран может атаковать «Меркурий». В нашем случае они будут сражаться вместе. Эти крылатые ракеты начали разрабатывать еще в Советском Союзе. Но приняли на вооружение только в начале 2000-х. Вот как выглядит удар урана с корвета «Стойкий». Ракета бьет на 130 километров и просто не оставляет противнику шансов. Говорят, такая потопит любой корабль водоизмещением для 5000 тонн. И, кстати, несмотря на название, уран очень легкий, всего 600 килограммов. Ну а если продолжать нашу экскурсию по кораблю, то теперь пришло время заметить, что наш герой оснащен не только ракетным, но и подводным вооружением. Для возможности обнаружения подводных лодок на корабле предусмотрена система подводного наблюдения. В составе подкильной станции, а также в составе антенной буксируемой станции с съемным спускоподъемным устройством этой протяженной антенны. Эти станции, то есть весь этот подводный комплекс, он выдает информацию, необходимую для применения торпедного оружия и антиторпед, которые расположены здесь на макете. Это практически незаметно, и так будет на настоящем корабле. Для отражения торпедной атаки на всех кораблях класса «Корветт» ставят комплекс-пакет. Гидроакустическая станция, которого способна засечь торпеду противника, рассчитать ее направление, скорость, дистанцию и вовремя выдать команду на старт антиторпеде. Для того, чтобы уничтожить подводную лодку противника, достаточно одной торпеды? Да, достаточно одной торпеды. А в какую часть она стремится попасть? Ну, она стремится попасть, если так сказать, в самой близкой к средней части, в районе рубки. Там, где командный состав? Ну, где командный состав, да. Вместе с антиторпедами в пакет входят и обычные торпеды. Принцип работы тот же. Станция подводного обнаружения видит подлодку, обрабатывает полученную информацию и выдает данные для пуска торпеды. Ну, а под водой включается автоматика, минута-другая, и охотник превращается в жертву. На борту и «Корветов», и «Фрегатов» могут находиться и вот эти вещи. Это тоже средство поражения подводных лодок, корректируемая авиационная бомба, «Загон» она называется. Это гравитационный снаряд, у него нет двигателя, он двигается за счет и управляется за счет силы гравитации, то есть движения снаряда под силой тяжести. Ну, так же, как камень падает просто. Как же камень, да, только за счет стабилизации он... Здесь падение управляемое. Управляемое, да. Падение не только управляемое, но и бесшумное, никаких посторонних звуков. А значит, услышать такую бомбу будет просто невозможно. Кстати, к вопросу о шумности. У «Корветов» и тут есть кое-что новенькое. Бесшумный винт регулируемого шага. Такой уже сейчас стоит на гремящем. В соответствии с заданной, назначенной скоростью хода, значит, винт меняет положение угла атаки лопастей. Для того, чтобы главная энергетическая установка работала в более оптимальном режиме, для того, чтобы снизить шумность при движении. Винт регулируемого шага способен, в отличие от обычного, изменять угол наклона лопасти. Так, на обычных кораблях задний ход задают с помощью реверсивного редуктора, а вот кораблю с винтом регулируемого шага реверсивный редуктор просто не нужен. Винт все сделает сам. Если мы задаем скорость хода, то в соответствии с определенным алгоритмом винты рулевого регулируемого шага перестраивают угол атаки лопастей. Если нам необходимо в ручном режиме, например, при швартовке осуществлять ретимонепуляцию, при прослушивании подводных лодок, мы можем задавать вручную углы. Во время охоты за подлодкой корветт набирает нужную скорость, сменяет положение лопастей винта, выходит в режим тишины и включает станции поиска. Понятно, что для решения таких сложных задач нужны не только современные комплексы, но и люди, которые смогут их обслуживать. Экипаж заселился на Гремящий год назад. Теперь для этих парней корветт стал и домом, и работой, и кафе, рестораном и кухней одновременно. Завтра готов! В тот день, когда мы шли из Питера в Кронштадт, морякам подавали фрукты, салат, дальше на выбор или бифштекс с макаронами, или рыбу с овощным пловом, борщ или суп. Ну и, конечно, в придачу шел хлеб, она сладкая, вафли и чай с сахаром. Ну и, конечно, шуткой тут выглядит призыв древнего Авиценны. В еде не будь, до всякой пищи падок, зная только место, время и порядок. Что еще появилось нового? Конечно, это совсем другой уровень комфорта. Сейчас мы находимся в каюте с торпом, и это его рабочее место. Мы видим кнопку вызова листового, кнопку вызова дежурного. Впервые на корабле появилась своя внутрикорабельная мобильная связь. Дальше кровать, она превращается легким движением в руки в диван. Здесь вторая койка на случай приема походного штаба. Умывальник открывается, включаем свет, здесь красный питьевой водой. Теперь отдельного внимания заслуживает мебель. Здесь мы должны дать слово конструкторам, тем, кто создавал этот корабль. В чем особенность мебели? В связи с появлением на корабле тяжелого комплекса ракетного оперативно-тактического назначения «Калибр», борьба за нагрузку масс в бюро шла очень напряженная. Так, мебель изготовлена из специально облегченного материала сотовой структуры. Сама надстройка изготовлена из легких композитных материалов. На самом деле, композитные материалы на гремящем почти везде. Даже надстройка выполнена из них. И этим новейший корвет напоминает Су-57. Фюзеляж новейшего истребителя собран из полимеров. Цель у создателей кораблей морских и кораблей воздушных одинаковая. Сделать их легче, а значит быстрее, вооруженнее и, конечно же, опаснее. Но это те, кто хочет похудеть, килограммы сбрасывает. А на флоте эти килограммы заменяют оружием. А оно лишним не бывает. Дальше из новинок. Это вот такая абсолютно необычная дверь. Ничего подобного прежде не видели. Для чего она? Двери типа пантограф применены в проекции для того, чтобы компенсировать углы склона в надстройке. Эти склоны выполнены в рамках так называемой технологии стелс. Если бы стояла металлическая дверь... Было бы достаточно трудно ее открывать таким углом. Дальше мы не просто так подошли сюда, к месту рулевого. Оно. Здесь есть одна особенность. Дело в том, что впервые на кораблях этого проекта и вообще на кораблях российского военно-морского флота рулевой находится в сидячем положении. Что называется, все для людей. Прежде рулевому приходилось управлять боевым кораблем, часами стоя на одном месте. Покинуть вахту, чтобы размять ноги, он просто не имел права. Еще одна новинка на годовом посту – его новая архитектура. У командира, рулевого и вахтенного офицера теперь свои рабочие места для управления корветом. Моряки называют их «островами». Давайте покажем. Вот это один остров. Это арм командира корабля. Еще один. Арм рулевого, арм вахтенного офицера. Это сделано для того, чтобы была возможность у командира корабля в любой момент совершить круговой обход мостика и подойти к иллюминаторам. И наблюдать любые операции при швартовке и других манипуляциях по ходу движения корабля. Раньше ничего подобного не было? Раньше ничего подобного не было. На кораблях класса «Корветт» всегда мостик был одноостровной и находился прямо рядом с иллюминаторной зоной. В рубрике под названием «Ничего подобного раньше не было» еще одна новинка. Уникальная радиолокационная система. Тоже питерская разработка. Кстати, журналистов на территорию этого предприятия пускают впервые. На взгляд обывателя ничего особенного. Белые халаты, перчатки, столы, микросхемы. Ювелирная работа. И под статьей золоченые платы. Что ж, во-первых, это красиво, но самое главное – полезно. Не исключено, что одна из этих симпатичных микросхем укажет ракете или снаряду, куда им лететь и кого разорвать на куски. Комплекс делает очень широкий спектр, решает широкий спектр задач. Он и производит мониторинг всего пространства, как воздушного, так и морского пространства. Он обнаруживает цели, он их сопровождает, он определяет цели, которые опасны, он выдает цели и указания по опасным целям. Он проводит также, имеет возможность даже иметь за горизонтную активную радиолокацию у волновой, так называемый, канал. Также комплекс вооружен и антеннами пассивными. Тоже в пассивном режиме, за горизонтной радиолокации, надо сказать, очень получились хорошие результаты. У нас есть и средства, которые ставят помеху для потенциального нашего противника, если будет такая задача стоять. Этот многофункциональный радиолокационный комплекс можно сравнить со станциями, входящими в СПРН, систему предупреждения о ракетном нападении. Самолеты-разведчики, крылатые ракеты, торпеды, МФ РЛК заслонит от всех и себя, и товарищей. Под его куполом могут спрятаться и корабли, и подводные лодки, и даже целая огромная военно-морская база. Что ж, давайте посмотрим, как создают эти дальнозоркие глаза. Печатная плата приходит в виде мультифицированных заготовок, далее устанавливается в загрузчик печатных плат, и далее по конвейеру перемещается в трафарет нанесения паяльной пасты. Как мы видим, вот эти темные области, это и есть та самая паяльная паста. Далее плата переходит на операцию установки компонентов. Производительность автомата составляет порядка 40 тысяч компонентов в час, с точностью позиционирования до 25 микрон. Затем начинается финишная операция пайка, когда плата проходит по конвейерной печи в зону оплавления, где все ее электронные компоненты окончательно запаиваются. Что касается точности, 25 микрон – это в 4 раза тоньше человеческого волоса. Но, говорят, дьявол в деталях. И это правда. Все эти мелочи в сборе становятся настоящей адской машиной. Той самой суперглазастой антенной. Ее, кстати, тоже широкой публике демонстрируют впервые. И вот последние штрихи перед испытанием. Ощущение такое, словно попало в хирургическое отделение. Те же белые халаты, операционный стол и люди с серьезными лицами, внимательными глазами и ловкими руками погружаются в чрево железного пациента. Только вместо скальпеля у них – отвертки. Наше изделие находится и респонтировано на корвете «Гремящей». Корвет «Гремящий» проводит заводские ходовые испытания. Результаты получены локатором обнадеживающие. Проведена стрельба. И также и по стрельбе локатор отработал лучшим образом. Поэтому надеемся, что мы здесь действительно создадим первый этот инструмент, который очень будет важен для военно-морского флота, для решения боевых задач. И мы это сделаем. Вот эта башенно-мачтовая конструкция и есть уникальный радиолокационный комплекс, внутри которого находятся мощные активные фазированные антенны. Не одна, не две, а четыре на каждую сторону света. Чуть ниже ярус радаров пассивного обнаружения. И в этом новейший корвет тоже похож на российский истребитель пятого поколения. Фазированные решетки на Су-57 распределены по всему планеру. Такого нет ни на одном другом боевом самолете в мире. Ну а что касается корабля, при такой схеме исчезают за ненадобностью вращающиеся антенны. Что это дает командиру? Командиру это дает более высокую точность обнаружения. Командиру это дает, значит, дальность обнаружения. Командиру дает возможность более оперативного и четкого принятия решений для применения оружия. Теперь, наверное, самый закрытый объект на этом корвете. Это главный командный пункт. Именно здесь собирается все руководство. Вот здесь находится командир корабля во время ведения боя. Где место командира? Вот это место командира. Справа от него располагается старпом. И все в этом помещении организовано таким образом, чтобы командир, оперативно принимая информацию от радиоэлектронных систем корабля, от системы выдачи целеуказаний, имел возможность оперативно обрабатывать эту информацию и быстро принимать решение о применении оружия. Мы спрашиваем, а каким может быть современный морской бой? Чего в первую очередь стоит опасаться командиру корвета? Надо, конечно, отметить, что в условиях современного военно-морского сражения это, конечно, надо сказать, что это, скорее всего, что-то связанное с налетами, с применением противовоздушной обороны. Счет идет на секунды. Бой очень быстрый. Для этого обеспечен информационный обмен информацией. Быстрый. И здесь скомпонованы все боевые части. Обратите внимание, все оборудование в командном пункте закрыто чехлами. Даже внешний вид систем управления засекречен. Что ж, на этом наша экскурсия по корвету «Гремящий» подходит к концу. Пока мы снимали этот фильм, корабль уже прошел ходовые испытания и начал испытания систем вооружения, по завершению которых отправится к месту несения службы на Тихоокеанский флот. Будем надеяться, ему также предстоит служить среди вулканов и горячих источников в самом живописном уголке планеты, на Камчатке, там, где мы встретили корвет совершенный. Вот так возрождение военно-морского флота России продолжается. Усилиями Объединенной судостроительной корпорации и при активном содействии со стороны Министерства обороны России строятся корветы, большие десантные корабли, подводные лодки, фрегаты. Единственное, чего пока там не хватает – нового авианосца. Его строительство – задача сложная, но вполне реальная. По словам Олега Рязанцева, наша промышленность вышла из кризиса 90-х годов и теперь ей вполне под силу самые сложные проекты. То есть и авианосец в состоянии сейчас построить? Издалека зайду. Авианосец – достаточно дорогой корабль. Его строительство потребует осредочения очень большого количества ресурсов, очень большой межтослевой кооперации и фактически использования всего научно-технического задела, которое накопило и наработало наше кораблестроение. При этом долгосрочной программой кораблестроения, которая утверждена президентом, предусматривает строительство такого корабля нового типа. Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты, как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии – в атомном исполнении, не в атомном исполнении. Поэтому могу сказать, да, мы готовы. Ваш ответ – да. Вот это чёткое и уверенное «да» – характерная черта времени. Кто работает в оборонке, прекрасно знает – нерешаемых задач в наше время не бывает. Если уж мы с санкциями справились, справимся и с авианосцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова